Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусное дрожжевое тесто для беляшей и очень вкусные беляши для этого нам понадобится большая чаша в которой мы будем замешивать тесто в нее мы добавляем стакан теплой воды кипяченой в объеме 330 миллилитров затем 2 чайные ложки дрожжей сухих 2 чайные ложки соли без горки и 3 столовых ложки сахара сахар можете добавлять по вкусу можно больше можно меньше кто любит сладкую выпечку можно добавить 4 столовые ложки сахара а теперь мы начинаем все размешивать пока наши дрожжи не растворятся полностью в воде после добавляем растительное масло смешиваем его получить получившуюся смесью устанавливаем нашу чашу с полученной смесью в миксер для данного теста мы берем венчик для крутого теста потому что тесто будет очень тугое теперь добавляем муку муки у меня ушло 560 грамм после того как добавили муку опускаем венчик в чашу размешивать наше тесто размешиваем тесто около семи десяти минут наше тесто готово отключаем миксер снимаем венчик убираем с него тесто вот такое тесто у нас получилось оно совершенно не липнет к рукам не очень мягкое теперь мы тесто разравниваем по чаше после этого мы накрываем наше тесто полотенцем и оставляем его на 30-40 минут вот наше тесто уже готово оно увеличилось в объем теперь я извлекаю его из чаши и обминаю данный рецепт тесто подходит не только для планетарного миксера или хлебопечи но также и для ручного замеса тесто получается очень нежное и воздушное вот что у нас получилось теперь приступим к подготовке фарша для этого нам понадобится свинина 500-520 грамм и две средние луковицы мы будем все прокручивать на мясорубке итак лук я нарезаю кусочками чтобы они поместились в горлышко мясорубки и начинаю прокручивать фарш наш фарш готов вот так он выглядит какое количество нам понадобится на белюши теперь мы фарш добавляем соль я добавила чайную ложку в горкой и смесь перцев и все хорошо перемешиваем можно добавить воды если фарш немного суховат примерно 30-50 миллилитров этого будет достаточно после того как мы наш фарш промешали убираем его в холодильник минут на 20 чтобы соль разошлась по фаршу теперь приступаем к подготовке беляшей для этого понадобится растительное масло и фарш в сухую сковородку я наливаю примерно пол литра масла чтобы наш беляш маслом закрывало примерно наполовину и пока разогреваем а теперь идем лепить беляши беляши я буду лепить на растительном масле чтобы мука не оседала на сковороде и не горела предварительную поверхность я смазываю растительным маслом и начинаю формовать заготовки для наших будущих беляшей примерно одинаковые формы примерно одинаковые формы вот примерно такие у меня получилось 16 заготовок примерно по 60 грамм вообще с килограмма теста получается если брать по весу по 50 грамм где-то 20 штучек я решила сделать побольше вот такие заготовки у меня получились теперь приступаем к лепке беляшей я свои заготовки разравниваю рукой вы можете раскатать скалкой но не очень тонко я сначала укатываю немножко чтобы получился более круглой формы а потом разминаю руками по краям лучше размять потоньше а посерединке оставить небольшой бугорочек чтобы наше тесто не порвалось во время лепки вот примерно так у меня получается заготовка я подготавливаю сразу несколько заготовок теперь беру столовую ложку фарша и выкладываю на наше тесто и начинаем лепить наш беляш я тесто под фаршем немножко с краев вытягиваю и собираю наверх в узелочек и все скрепляю а узелочек немножко проворачиваю чтобы тесто хорошо слиплось вот и переворачиваю и приминаю чтобы наш беляш получился толщиной около сантиметра или полутора масло уже разогрелось и приступим к жарке наших беляшей выкладываем их на сковородку и обжариваем до золотистой корочки с одной стороны примерно 3-5 минут в зависимости от того насколько вы разогрели свое масло беляши слишком близко не выкладываем потому что они во время жарки еще немного могут увеличиться в размере чтобы для них хватило места беляши уже с одной стороны приготовились и мы их будем переворачивать а теперь проверяем готовность наших беляшей они должны зарумянится с другой стороны примерно до такой же корочки если беляши зарумянились уже то их можно снимать они готовы снимаю я на бумажную салфетку или бумажное полотенце чтобы лишнее масло она впитала тогда тесто получается менее жирным вот такие беляшики у меня получились всем приятного аппетита ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео всем пока пока